Сегодня у нас, наверное, будет обзор, который в наименьшей степени похож на классический обзор монитора, какой только может быть. Тема немножечко риторическая, мы поговорим о мониторах в целом, о необходимости дорогих моделей мониторов, в частности, такие, как этот, Portcase BM5. Ну и, собственно, вы на канале Budget Filmmaker, и мы начинаем. И если говорить конкретно про эту модель, то рассказать все его фичи я могу буквально за одну минуту. Да, поддержка лутов. Да, есть, наверное, самая главная функция, которая может быть в мониторах, False Color. И да, также у нас есть замечательная вейвформа, фокус пикинг и прочие мелочи, какие только могут быть. Но, на мой взгляд, самое главное, хотя это уже есть практически везде, это, как я уже сказал, False Color. И наличие вот этой самой вейвформы, которая здесь кастомизируется просто любым удобным для вас способом. Ну и, конечно же, поддержка встраиваемых лутов, то есть вот изображение без лута, и вот наша гибрид Log Gamma. Ну и, конечно же, в частности, данный монитор имеет огромную яркость 2200 нит. И вот эта минимальная яркость, средняя и максимальная. Он яркий, что просто, ну, очень яркий. Я покажу вам здесь кадр, как он работает на абсолютно ярком солнце без каких-либо козырьков. Но вы скажете, камон, это все общие фразы, это есть в любом дешевом мониторе за 10 тысяч рублей в наше время уже. И этот монитор совсем не про это. Да, теперь к особенностям непосредственно его. Безусловно, он хорош и как просто отличный монитор с большой яркостью, с удобными функциями и с отличной, просто прекрасной картинкой. Но, помимо этого, он собран, как вы видите, просто абсолютный металл. Все вот в таких вот ребрах охлаждения. При этом в нем работает кулер, который имеет три уровня громкости, минимальная, три уровня мощности, минимальная, средняя и максимальная. На максимальной он гудит очень сильно в тихом помещении. Снимать вы с ним точно не сможете. Из особенностей. У нас есть SDI, вход и выход. HDMI у нас только вход, выхода и HDMI нет. То есть сквозной сигнал вы можете пустить только через SDI. И самое главное, почему он называется BM5? Да потому что к нему есть дополнительный модуль, который позволяет нам управлять камерами Blackmagic. Blackmagic. И тут сразу поправочка. Не только камерами Blackmagic, но и такими камерами, как Zcam. То есть вот такими компактными кинобюджетными решениями. Назовем их так. И самая главная фича. Да, в нем есть все удобные функции. Все, что я перечислил, плюс огромная яркость. Все, монитор лишен каких-либо недостатков бюджетных моделей полностью. Но 36 тысяч рублей. Вы должны понять, что это за сумма. Столько стоит монитор Atomos Shinobi. Буквально там на 20, ну какой на 20, уже положа руку на сердце, вдвое дороже стоит Atomos Ninja 5. И, короче, вы должны прийти к пониманию того, что данный моник вы не должны покупать вот для таких камер, как, например, Соньки, на которой я сейчас снимаю. Я его взял на обзор просто потому, что был кризис, было скучно, грустно, нечего было взять. И он был в магазине, и я говорю, почему бы нет. Я просто посмотрю, что это за моник. Но для Соник он их не раскроет в полной мере. То есть для таких камер, как Сони, наверное, гораздо лучше и правильнее было бы купить уже сразу рекордер, раз ты тратишь такие огромные бабки на дисплей. А там еще и будет какая-то отдельная запись. Здесь же это просто монитор. Но, опять-таки, для таких камер, как Blackmagic и Zcam, он через провод может полностью брать на себя управление данной камерой. Да, я забыл вам сказать, что, помимо всего прочего, он у нас еще и сенсорный. То есть мы спокойно можем здесь приближать, удалять, но у нас есть сенсорное управление. Я эту функцию вообще выключил, потому что для меня она была неактуальна. Здесь есть сенсорное управление. То есть если вы подключаете его к Blackmagic, все правильно сделали. Плюс есть еще и беспроводной модуль, который позволит управлять без провода. Ну, логично, да? Но он, конечно же, продается отдельно. То вы сможете прямо на дисплее, у вас будет отображаться практически такое же меню, как в самом Blackmagic. И, соответственно, когда у вас какой-то вот рик, сборка, камера висит внизу, экран у нее вообще там не видно где. А сверху монитор, и вы в мониторе делаете все настройки. И, конечно же, здесь уже выходит удобство использования на первый план. А если у вас Zcam, причем, по-моему, провод для Zcam идет в комплекте сразу с ним. Если у вас Zcam, если вы видели эти китайские камеры, то на них вот такой вот маленький квадратный дисплей, который просто для того, чтобы отображать меню. Она может отображать картинку, но сами понимаете, какое там качество. Так вот, опять-таки, этот монитор может в полной мере управлять камерой Zcam. И я думаю, что он должен идти просто китом к ней, потому что это как часть камеры, потому что вы его подключаете. На сенсорном экране у вас полностью управление камерой, и это вам развязывает руки, вы можете снимать. И, опять-таки, для таких же камер, как Blackmagic и Zcam, им не нужны рекордеры. Поэтому даже не стоит вопрос, купить такой Monique или Atomos Ninja V для вашего Blackmagic. Потому что они сами пишут ProRes, пишут RAW, и рекордер им просто не нужен. В нем нет необходимости. Это вообще, то есть для таких камер рекордеры не покупают. И получается, что именно для них и создан вот такой монитор, который, да, стоит дорого, но обладает суперфичами, которыми не обладает ни один другой монитор. И это просто нужно понимать, что для вашей дешевой простой камеры вы можете выбрать что-то другое. У меня уже был обзор на канале, например, на Philward F6+, самый бюджетный Monique с обычной слабой яркостью, но, тем не менее, все основные фичи, которые нам необходимы, у него есть. Да, он работает поглючнее, помедленнее, но фичи-то у него есть. А на улице, ну, я не знаю, оденете козырек или еще что-то. Как-то же вы справлялись до этого с вашим экраном вашей камеры, который также, ну, достаточно неяркий. Знаете, ребята, что мне всех больше нравится в этом Monique? Ну, вот, серьезно. Мы снимали фильм недавно, ну, небольшой такой фильм, короткий метр, можно его так назвать в карантинных условиях, то есть нужно было снять дома, это для зарубежных конкурсов не суть. Он есть в Инстаграме. Кстати, проходите, подписывайтесь на инсту, там много всего интересного, вся предметка, вообще все, что касается наших каких-то небольших съемочек. Так вот, весь этот фильм я как раз снимал, когда приехал этот Monique. И это было впервые, когда я сделал все по-правильному, то есть я пошел от обратного. Я сел в Da Vinci, снял пару тестовых шотов, накинул на них, я снимал гибрид лугами, накинул на них сначала преобразование цветового пространства и затем тонировочный лутец. Просто подобрал заранее тот, который я бы хотел видеть в этом, будем говорить, фильме, да? И из этого всего правой кнопочкой создал свой лут и спокойненько этот лут загрузил сюда в монитор. И точно таким же образом можно загрузить любой другой лут. И вот сейчас, например, я снимаю в гибрид лугами и я просто вот нажимаю, лут отключен, лут включен. Все, я вижу сразу ту самую картинку, которую я увижу на посте. А когда у меня помимо просто лута для гибрид лугами, еще и накинут другой лут и все это сделано в один. Ну, то есть вы понимаете, в один покрас, который полностью создан как лут. Загружен в монитор и я при съемке сразу видел конечный результат. И когда дело дошло до монтажа, я не правил ни один шот, потому что каждый шот, тут еще и плюс есть такая функция, чтобы вейформа отображалась именно для покрашенного изображения, для изображения с лутом. И, соответственно, во всяких логарифмических профилях, плюс с вашей какой-то вот индивидуальной тонировкой, то есть с абсолютно индивидуальным лутом, вы его сюда накидываете и вейформа у вас отображается для конечного изображения. И, соответственно, вы его можете проэкспонировать именно так, как вам нужно. Вейформа – это максимально удобный инструмент. Снизу вверх от 0 до 100 по люмо-каналу, то есть яркость. То есть вы видите, вот, например, посередине экрана, сейчас вот то, что здесь прыгает, вот ерзает вправо-влево, это моя ладонь. И вот местами, вот где она на свету, она до 60%. Я вижу проэкспонировано. И это для кожи достаточно неплохо. Соответственно, таким образом вы можете спокойно отслеживать пересветы, спокойно отслеживать экспозицию по всему кадру. Блин, это максимально удобно. Вы по-любому пользуетесь этими инструментами уже на посте. Но здесь вы можете пользоваться ими прямо в процессе съемки. Видеть сразу готовое изображение. И потом, придя домой на монтаж, вы просто накинули тот же самый лут, с которым вы снимали. И увидели то же самое, что видели во время съемки. И это была первая моя съемка, когда я ни разу ни в одном шоте не подправил экспозицию. То есть я просто все проэкспонировал сразу так, как надо. И, конечно же, баланс белого. Баланс белого здесь очень важен, потому что вы так же выставляете в камере баланс белого. И когда снимаете, вы сразу увидите то, что будет. Вы не надеетесь на то, что, а, это вот лок, это я что-то подкрашу. Нет, вы уже покрас себе сделали, придумали. И сейчас он у вас накинут. И как бы работайте тогда с балансом белого прямо сейчас, чтобы не переживать потом. И это самое главное, что бы я хотел донести. Это самая главная фича, которой вообще следует, на мой взгляд, пользоваться в накамерных мониторах. Ну и плюс для тех камер, у кого проблемы с автофокусировкой, конечно же, детализация, несмотря на то, что он 5,2 дюйма, то есть, по сути, маленький, детализация такая огромная, что ощущение, что это какой-то, я не знаю, там, 6К маленький дисплей. То есть, он просто супер детализированный. Плюс мы можем вот так вот сделать и понять, что вот мой фейс сейчас, в принципе, наверное, в норме. Ну и вот какой-то такой обзор, не обзор у нас получился. Все, что вы должны сегодня уяснить, то, что если у вас простая какая-то камера, то вы спокойно можете приобрести бюджетный монитор. Самое главное, чтобы у него была поддержка 3D-лутов, вейформы, фоллсколлера, то есть, всех необходимых таких элементов. Пусть у него будет невысокая яркость, зато, я вам забыл сказать, он очень сильно жрет батарейку. То есть, вот эта супер яркость, вот этот кулер громко работающий, все это жрет батарею. Нужны именно огромные батарейки с маленькими NPF-ками, он просто будет высаживаться сразу же. Поэтому об этом тоже стоит заботиться. И вот какой-то простой филворд, там, бюджетный, у которого яркость 450 нит, он не будет так жрать батарею, и вам будет гораздо с ним проще. Соответственно, выбираем что-то из этого. Их сейчас на рынке, благо, огромное множество. Опять-таки, спасибо за предоставленный Моник-магазин Кремлин Стор. Проходите по ссылочке в описании. Там у них есть куча других моделей, как раз из бюджетных можете выбрать. Но если у вас камера Blackmagic, или вы уже откуда-то из-за буграда стали Z-Cam, то вы, скорее всего, уже все знаете, не смотрите этот обзор, и уже давно себе приобрели что-то из семейства данных мониторов. Потому что, насколько я знаю, он не один. Есть еще 7-дюймовая модель, и, возможно, есть еще какие-то. В общем-то, как-то так. Такой интересный девайс. Я подумал, что все равно нужно о нем рассказать, ну и в целом пофилософствовать на тему мониторов и моего опыта их эксплуатации. Потому как раньше я их вообще не использовал, и по сей день считаю, что для свадебной или какой-то репортажной съемки он вовсе не нужен. Он будет только нагружать вас и какие-то вот излишние требования к вам предъявлять. А если же вы снимаете что-то выверенное, короткий метр 100%, какая-то реклама, либо предметка 100%, тогда да, мониторы позволят вам просто вывести качество вашего изображения на новый уровень и уменьшить процент брака во время съемки. Практически до нуля. Я надеюсь, что эта информация была полезна. Поделись этим видео с другом. Ставь лайк, подписывайся на канал, если все нравится. И увидимся уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok